Привет! Сегодня уже 9 июня, и я узнала, что наконец-то потихоньку начали открываться магазины. Я переехала на парковку ближайшего от нас TG Max, решила зайти посмотреть, что там. Говорят, что сейчас в TG Max скидки большие, вот я хочу проверить. Но я, конечно, в маске, при параде, сейчас перчатки еще одену, буду вообще суперэкипированная. Так что пошли посмотрим, что там дают в TG Max. Пока не вижу каких-то супер скидок, если честно. Мне нужен рюкзак, но вот этот мне не нравится. А, вот тут рюкзаки, сейчас пойду посмотрю поближе. Нашла два рюкзака, один вот такой вот, один розовый. Если отцепить вот эту штучку, мне кажется, он симпатичный. Стоят оба по 28 долларов. Не знаю, какой выбрать, оба нравятся. Примерочные пока не работаются, заставлены сумками, то есть туда вход пока запрещен. Но, в принципе, выбор достаточно большой, видимо. И людей много, кстати. О, как вам такая сумка? Вон так, там рюкзак Coach Madden, рюкзак за 29 долларов, но он мне не нравится. Это слишком маленький. Это Михел Фидер, это Гес, но желтенький тоже, как бы я не ношу желтый цвет. И я достаточно маленькая, я как раз еще большой рюкзак. Вот там висит тоже красивый достаточно рюкзак, это Nine West, но... Их, кстати, стоят 12 долларов вообще. Но он желтый, я вот не знаю, он еще желтого цвета, блин. Надо подумать. Какой-то горчичный. Эти сумки Aldo, кстати, симпатичные, да? Как считаете? Но цвета вообще не мои. Абсолютно не мои. Бежевые, может быть, лучше. И тут эти маски, ой, эти щеточки, которые для массажа антицеллюлитного. Они в среднем тут стоят по 3-4 доллара. Но есть вот какие-то искусственные, а есть и настоящие, натуральные. Какого бы вы выбрали? Я знаю, что натуральные лучше. Как всегда целая куча. У меня как раз надо мыло взять. Тут всегда оно недорогое и хорошее. И стоит типа 3,50. Это 99 с лавандой. Вот это 3,50. Но оно неудобной крышкой. Так, сейчас что-нибудь найду, я какое-то мыло красивое. На самом деле, тут очень много людей. Неудобно снимать. Вот какая-то маска, смотрите, блестящая. Я вообще-то хотела перекон взять. О, вот тут, кстати, доктор Джарт висит. Почему-то по одной маске. А я, смотри, хочу взять вот такую. Тут 5 масок. И это стоит... Сколько стоит? 13 долларов. А одна маска 3,49. Знаешь, у меня сейчас огромное желание пойти и что-нибудь для дома купить. И особенно я хочу вазочку. Потому что мне пришло в коллекцию Алиэкспресса. Очень классный. Очень классный. Теперь я хочу вазочку. Но я что-то зашла в еду. Так и тянет меня в еду в эту. Столько красивой посуды. Смотри, какие масли... Масли для масла. Как сказать, масленка. Смотрите, какие масленки в виде свинюшек за 3,50. Тут еще, кстати, есть красивые тарелки. Мне, например, вот эти розовые. Нравятся. Они тут 8 долларов. Вот эти какие-то, конечно, резны не в моем вкусе. Но, тем не менее. Тоже они недорого стоят. Вот одна тарелка такая 2 доллара стоит. Небольшая такая. Обеденная. Нет, наверное, даже не обеденная. Что еще есть? Вот там, вот смотрите. Что это такое? Просто для морковки. Не хотите тарелку за 4,50? Прикол. Наборы посуды белые. Просто наутика. За 20 долларов набор посуды. Представляете? В принципе, я считаю, что это недорогая цена. Вот. А там все для тортиков. У нас, кстати, временильник в пятницу. Ожидается. Но я буду готовить торт. Даже не знаю. Вот, кстати, может быть, что-то купить. Куда его можно будет сложить для перемещения в кемпинг пятничный. Смотрите, сандалии Michael Kors. Прямо модель, как у меня, стоит 39 долларов. Сравните. Мои Michael Kors. Эти Michael Kors. Какие больше нравятся? Мне мои. Тут, на самом деле, эти скидки. Вот, смотри. Клиренс вырвется. Там вещи 10 долларов. Вот написано 10-15 долларов. Выбирай, что хочешь. Тот случай, когда пришел за маленькой вазочкой. И как бы здесь вот такое вот продается. Вместо маленьких вазочек. Маленькой вообще ни одной нет. Представляете? Ни одной. Все вот такого вот размера. У меня даже нет места для такой вазы. Мне нужно размером со стакан. Но тут и стаканов нет нормального размера. Вот, посмотрите. Вот все вазы. Просто какие-то, я не знаю, что с ними спрятаться. В них можно. Буратино прятался в такой, мне кажется, вазе как раз. Видите, вот этот апартмент-комплекс. Вроде он выглядит действительно дорогим и хорошим. И недавно совершенно, на прошлой неделе, женщина какая-то, видимо, в депрессии или что, в этом апартменте стреляла из окна. Как меня видно вообще? Вот так видно меня? Я не знаю. Так, ребята, еще раз всем привет. Я сейчас записываю вам видео с парковки магазина Giant, который как раз находится в том апартмент-комплексе, в котором была стрельба. И этот магазин, еще соседние, были закрыты в этот день, пока эту женщину не арестовали, которая устроила эту стрельбу. И, кстати, интересный момент, что полиция сидела прямо у дверей и ждала практически сутки, пока эта женщина уснет. И только после того, как она успокоилась и уснула, они вскрыли дверь и забрали ее когда-то в психушку или в полицию, не знаю куда точно. Вот. И я сейчас иду в этот магазин за покупками для тортика, который собираюсь делать завтра. Для Филиппа, поскольку у моего мужа в пятницу день рождения. И я еще собираюсь снять на видео, как я буду делать этот тортик. И, возможно, вам это тоже пригодится. Я думаю, это будет не слишком сложный торт в моем исполнении, поскольку он будет первый в моей жизни. Можете себя представить. Начинаем готовить тортик. Берем кефир. Нам нужен стакан кефира. Мы положили соду в кефир и оставим на время. Сейчас мы займемся остальными продуктами. Что мы делаем дальше? Мы разбиваем два яйца. Продолжение следует... Затем мы берем кефир, который у нас был с содой, и вливаем его в эту массу. И теперь мы берем форму и делим мысли на наше тесто на две половины. И вот выливаем в форму. Пока у нас там выпекается корж, я хочу сделать крем. Крем у меня будет состоять из сметаны. И добавляем сахарной пудрой. Вообще, по правилам, нужно сначала сметану было отжать от жидкости, а затем уже ее взбивать с сахарной пудрой. Примерно на 500 грамм сметаны нужно 100 грамм сахарной пудры. Но так как моя сметана была достаточно густая, то я не стала ее отжимать. Но вот видите, я ее очень долго взбивала, и она все равно достаточно жидкая. Но в целом вот не падает с ложки, значит, не знаю, может быть, еще ее повзбивать. Получается вот такой корж. И мне нужно таких три штуки. Я поняла, не два, а три. Поэтому я сделаю еще дополнительно тесто. Я настолько увлеклась процессом, что забыла снять, как я делаю дальше торт. Значит, я просто положила сюда уже два коржа, и сверху обмазываю их сметанным кремом. И также у меня на подходе еще третий корж вот приготовился. Я его сейчас тоже сверху положу. И также обмажу кремом. Так, минуту-ка. Обмажу кремом. И затем у меня... Затем у меня готов шоколад, который я хочу растопить, и сверху полить торт. И вот такой тортик получился у меня. Я не знаю, вкусный или нет. Об этом, видимо, мы узнаем в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok